Ребята, извиняемся мы, что немножко так поздно врываемся, но что ж поделать, мы врываемся, тем не менее, на WinStrike, ЕГЭ, очень важный матч для WinStrike, со мной будет комментировать товарищ-друг, в принципе, надеюсь, что все у нас получится. Да, 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 всем еще раз привет, спасибо большое, что дождались нас, комментируем матч WinStrike и WinStrike, и давайте еще раз повторим, наверное, ту информацию, которая мимо ваших ушей прошла. WinStrike — коллектив, который замыкает в своей группе положение турнирной сетки, турнирной таблицы, команда Evil Geniuses, которая напротив возглавляет свою группу, и команда, которая уже имеет великолепный шанс на то, чтобы выйти в WinR-а, у них все в кармане, команда 9 карт выиграла, одну проиграла, что касается коллектива WinStrike, но там всего 2 карты выиграно. 2-6 играет команда WinStrike, последнее место, а впереди такие мастодонты, и вот скажи-ка ты мне, Артем, каковы шансы команды WinStrike на то, чтобы реально выйти из группы, потому как соперники остались грозные, Evil Geniuses, Liquid, ну там Мясков, Fnatic. И OG, то есть очевидно, что команды, которые, если они хотят выйти из группы, они должны обыгрывать OG, в надежде то, что OG тоже никого не обыграют, потому что, как уже много раз обсуждалось, за вылет будут переигровки, даже если вы заберете то же количество очков, что и команда OG, если это будет OG, если это будет в GJ Thunder, то будет в GJ Thunder, то будут переигровки. И, соответственно, даже карта, если они возьмут карту у EG, у Fnatic, у любой команды, с которой будут играть WinStrike, сейчас на вес золота, и поэтому нужно стараться, нужно, знаешь, полить страты, так сказать, потому что, если не сейчас, то, ну, конечно, можно пошутить на следующем интернашнале, но давай не будем шутить. Да, да, тут пока не до шуток, пока действительно не до шуток. Ну что ж, что касается драфта, еще раз повторюсь, повторюсь для тебя, но зрители этого не слышали, так вот, подавляющее количество команд банит против команды Evil Genius'а с Fnatic'а. Здесь Fnatic'а не попадает в бан, а Evil Genius'а зачастую его забирают, если его не банят, Fly очень здорово смотрится на этом персонаже, здесь же ситуация иная. Третий бан команда WinStrike посвящает Dini, на котором очень много играл Sumail, и на этом турнире имеет глобальный winrate на данном персонаже. Так ли актуален вообще этот бан Fnatic'а, или вот ты говорил, что на самом деле это не такая уж серьезная вещь, бояться Fnatic'а, на Ind не приезжать? Ну, я тебе сейчас скажу на самом деле то, что если ты боишься именно каких-то спортов пятой-четвертой позиций и не умеешь против них играть, то тебе будет невероятно трудно играть против команд, особенно уровня EG, потому что суппорт это, ну, 20%. Ну, ладно, 20% это я даже много сказал, так 2 суппорта 20%. Есть еще просто замечательные коры, все мы видим в какой форме сейчас находится Sumail, это в частности с тобой обсуждалось, что этот молодой человек сейчас выдает просто нереальные игры. Из игры в игру я восхищаюсь тем, как он стоит ланинг, что он делает по игре. Сверху мы добавляем S4, ну, это S4. Всегда стабильно, всегда много фэнтези-поинтов, если уже так знаешь, про фэнтези-поинт. Всегда парень выступает так, что даже если он где-то под фиде, то, знаешь, этот фид выглядит как tactical фид и так далее. Но есть еще и один такой, хочется мне назвать наш парень, СТГ-шный парень, Артизи. Он не совсем наш, но, тем не менее, есть еще и Артизи, который тоже где-то там на Урсе, на Спик-3 иногда играет, и нужно еще и про него помнить. И видно, что по всем точкам, по всем позициям в команде EG, они фактически на высшем уровне находятся. И эта команда собралась совсем недавно. Это верно, да-да-да. Мы вчера комментировали с Баффиком тоже игры Evil Genius, смотрели конкретно вот этот, ну, чисто психологически, да, в вопросе драмы принципиальный матч против команды OG. Потому как вот эта драма с решафлами, переход флая, переход S4 в состав Evil Genius с командой OG. И очень хотелось бы, чтобы OG доказали, что, ребята, мы тут нам и без вас хорошо, посмотрите, каких молодых, свежих, крутых набрали мы игроков. Но чувствовалась разница в классе. OG, даже несмотря на то, что взяли себе молодых, крутых исполнителей, просто в классе проигрывали. Тобсон очень здорово стоял против Сумаила. Сумаил все равно находит варианты камбэка. Сумаил на шторме все равно рано или поздно наказывает вот, знаешь, такого обнаглевшего юнца. И Evil Genius сейчас по составу, по моему ощущению, по составу, просто самая сильная команда в мире, конкретно по индивидуальному составу. Мне очень они нравятся. Безусловно, там, ВП, мне очень нравится их состав. Но то, что набрали ЕГЭ, вот эта солянка, которая с потрясающим бэкграундом, с огромным опытом, опытом выигрывать. Вот что очень важно, опыт побед конкретно. Ладно, давай не будем, знаешь, вот это про ЕГЭ хорошее говорить. Давай лучше про Винстрайк что-нибудь хорошее скажем. А тут мы скажем просто «НО». Есть команда Винстрайк. Да, и это... Они уже имеют победу в своем названии. Начнем с этого. Теперь осталось получить победу в игре. Давай быстренько по банам, по банам, по пикам уже пройдемся. Видимо, что ЕГЭ, Зомби, Фисп, Инча, Врейскин, в принципе, классика, наверное, в какой-то степени этого интернешнала. Где-то что-то метовое, где-то что-то реже, но всем этим играли Винстрайк, это 100%. Инча — это тир-1 бан на данный момент. Винстрайк же Вивер, ЦМ, Тинни, Спектр, Оракл. Ну, как ты говорил, что Сумаил играл на Тинни у нас, Вивер — это сейчас тоже очень успешный герой. По-моему, около 30 пиков, больше 60% винрейт. ЦМка тоже блещет просто невероятно. Ну, Спектра — это просто Спектра. Оракл, судя по всему, не хотят, чтобы Некрофос страдал или не вступал в игру. Ребята из Винстрайк, ну и, в принципе, против Дарквилла. Он снимает ее станы, снимает розу, даже Тирайс может сбить, поэтому достаточно хороший герой. Ну и появляется в Урсе для Артизи, вероятно. Ну, хотя, знаешь, вот видишь, вот это Некрофос, Мирана Урса. Все позиции могут быть, от Суппорта до Кора. Даже Некрофос может быть Суппортом, даже Мирана может быть Суппортом. Не говоря уже про Урса, четверку мы это видели от многих команд на данный момент. И вот нужно Винстрайкам как-то, знаешь, тоже исхитриться, взять какого-то героя, который потенциально будет мультирольный. Иначе, ну, как-то ЕГЭ явно обыграют этот момент. Да, а вот если представить, что ЕГЭ уже показали нам трех коров, не нагло это, не, знаешь, не опасно ли это сразу полить трех коров, оставлять Суппортов на четвертой и пятой позиции? Я примерно похожую ситуацию видел, когда, знаешь, берется герой, который вроде бы его показали, но при этом ничего не показали глобально по стратегии. И тем не менее на пятой пике постоянно добирается какой-то коров. Всегда добирается центральная линия Сумаилу. То есть все-таки Суппортов глобально не оставляют на четвертой и пятой. Ну, знаешь, я думаю, что Винстрайк точно подходит с такой же лукой, ну, ЕГЭ же не дурачки, явно не будут вот такими заниматься. Да, появилась дровка, не успела, к сожалению, подойти к этому, потому что здесь идет такой немножко странный лайнап от Винстрайков, но дровка не в бане, и дровка подкрепит этот весь лайнап, потому что все герои рейнджовые. К сожалению, нету танка на данный момент у Винстрайк, и это сможет стать проблемой, потому что Урса при удачном лайнинге будет быстро сокращать дистанцию за счет Блинк Даггера, или даже ульты Потмы, и, соответственно, у Рейнджера будет достаточно просто напасть. И при этом, ну, знаешь, все такое тоненькое у Винстрайк, просто посмотри. Ну, Винга, конечно, такая полужирненькая, все же это жирный Суппорт. Дарквиллоу очень тонкий герой, Вичдоктор тоже тонкий, да и дровка не жирненький. Если бы ты сверху сидел, драфтил за ЕГЭ, что бы ты сказал по набору героев Веншфолл Спири, Дарквиллоу, Вичдоктор? Кто-то из них определенно кор. Это Винга кор или Дарквиллоу все-таки будет сложно? Нет, я уверен, что это Дарквиллоу должна быть кор, потому что нет смысла именно делать Вингу кор, им нужен больше тифайтный. Кор иначе, ну, как бы, Рейнджей круто иметь, но нужно как-то и драку выиграть. Но с другой стороны, возможно, это именно тот самый пик, где ты набираешь кучу Рейнджей и пытаешься за счет выигранных линий уже двигаться как-то в пятером по карте. В таком случае стоит подбанить и Виверну в команде Винстрайк, иначе, ну, вот именно Виверна такие стратегии хоронит. Ну, при этом всем есть еще и Брудмазер, кстати, вот забанили Бруду, значит, есть еще Ликонтроп в пуле для ЕГЭ, и там уже, значит, Мирана или Некрофос будут субборд, ну, или Урса даже. Я видел что-то подобное в исполнении Фнатик уже на этом турнире, тоже стратегия через Дроу Рейнджер, но у них шикарный исполнитель на визадже был, они все это закрывали визаджем в центральную линию, и это очень быстрая, серьезная стратегия, которую не смогли соперники законтрить. Там 25 минут, если я не ошибаюсь, вынесли все линии, спокойно пошли, уничтожили. Я бы на месте Винстрайков, на самом деле, Шторма какого-то брал, хоть и рискованно против Сайленсера, но им точно нужен герой, который побьет вот эту Мирану, Некрофоса, Урсу, потому что на данный момент просто кор на кор, или герои на герои, они не выигрывают эту игру, потому что линии явно будет нелегко ставить, у них все жетонненькие герои, и, ну, собственно, надо Шторм, а ЕГЭ скорее всего. Ну, если бы я был на месте ЭГЭ, я бы Сайленсера лепил в МИД, он очень сильно бьет Шторма в МИДе, Шторм уйдет в лес в таком случае, тогда у нас получится Урса, Кор, Мирану, Флейн, Некрофос тогда места себе немножко не находит, ну, Суппорт допустим, и... Таск. То есть это точно должно быть что-то... Нет, хотя, наверное, я думаю, Сайленсер Суппорт, зачем придумывать что-то, правильно? Да, Флай Суппорт. Сайленсер, Патма, МИД, и СФО будет на Некрофосе. Ну, вот трудная будет немножко игра у Некрофоса, но я подозреваю, что ЕГЭ не будут дефолтные линии ставить. Они явно как-то будут использовать Таска, потому что это один из лучших героев, чтобы сократить дистанцию с дру рейджа. Ты, кстати, разводил аналитику на последний пик, Суппорта не надо брать, первые три кора плохо. Некрофос, Патма, Урса, первые три позиции, Таск, Ласс, Пик. Нет, нет, это не аналитика, я просто говорил то, что видел неоднократно, и очень редко... Не то, что очень редко, это вообще первый раз, когда я в Вауче наблюдаю, как забирают четверку и пятерку на последние пики. Вот здесь ЕГЭ меня немного удивили. Хотя похожее развитие событий было, просто в итоге пятый пик залетает. Террор Блейд какой-нибудь. Ну вот смотри, мы как раз тоже с тобой обсуждали, пока нас не было слышно о том, что сейчас, так как лайнинг сильно важен, тебе по сути не важно брать как Дасовых коров, тебе лишь бы набрать каких-то, знаешь, вот таких противных героев, потому что Урса, это точно, она закрывает милишников. Некрофос тоже очень многих героев на линии бьет. Вот Патма, это универсальный максимальный герой, то есть непонятно куда идет, и это все используют, эти очень красивые сова, или не сова это, или что это у Сумаила? Думаешь, сова, не сова? Похоже на орел, скорее всего. Мне тоже кажется, что как-то это больше на орла похоже. Так вот. Грифон, гиппогриф, или как-то так это называется. Скорее всего это из древних лоров. Так вот, хотел я вернуться еще к тому, что вот шел уже пик у Винстрайков пятый, они взяли Шторма, но при этом уже чувствовалось, что это, ну знаешь, такой тяжеленький пик, потому что Сайленсер невероятно хороший против Шторм Спирита. Очевидно, что Шторм Спирит не любит Сайленс, потому что он любит прыгать, и глобал, по всей карте, глобальный Сайленс очень сильно контри Шторма в этом плане. Ну и есть еще и Ласт Ворд, который 6 секунд дополнительного Сайленса сверху, если ты каким-то образом словишь Шторма в драке, и сложно будет Винстрайкам, но при этом я в принципе вижу, как они могут эту игру выиграть. Нужно именно играть хорошо, потому что я видел подобные игры от LGD в частности, как Сомнус Ака Мэйби. Он такие игры затягивал до 40 минуты своими действиями, и дальше он просто брал Аркану плюс Реген и разваливал соло всю команду. Посмотрим, как будет в этот раз, потому что Винстрайки, очевидно, не LGD, как и LGD, не Винстрайки. Верно и обратно. Ну что ж, в любом случае пожелаем удачи коллективам. Наверное, больше удачи понадобится команде Винстрайк. Еще раз напомню, им надо камбэкать по таблице. Команда находится в очень опасном положении. У коллектива впереди еще встреча с невероятно грозными соперниками, наверное, самыми серьезными соперниками в своей группе. Им самое сладкое осталось напоследок. И по иронии судьбы, именно против этих команд им надо выигрывать, потому что, ну, очень на фейле или на старте. Действительно, не самый лучший показатель 2-6. Это надо отыгрывать. У нас потенциально может быть драка вверху. Я смотрю, уже 5 персонажей Винстрайк находятся в верхней части карты. И втроем подошли сюда и Вилджиниусы. ЕГЭ готовы отжимать руну или сейчас получат информацию и уйдут отсюда? Ну, все, все, все подтягиваются сюда, кроме Урсы. Только Артизи внизу. На самом деле... Ой, тут закрыл, кстати, шардами критал из зона Флая. А Флай откидывается кассочкой, пытается проесть деревом, пока убегает. Тесфо отдает десполз. Тысячка, тысячка. И самый легкий ферзблат на планете Земля. А еще и деревьев наелся перед смертью. Вич доктор. Нормально. Минус расходники, минус ВДМ. Первая кровь для Флая. Неплохой буст для пятерки. Ну, выжимают. Выжимаются свои урны. Так или иначе, но Артизи со своей руной, точнее. Артизи получает 2 руны внизу. В итоге Артизи под шумок, спокойно забирает чужую руну, свою, всю информацию получили. Evil Geniuses. Начало неприятное для СНГ коллектива. Это факт. Ну и теперь по вопросу лайнинга. Как, по твоему мнению, комфортнее поставить линии Виндстрайк? Есть ли смысл какой-то там нестандартный лайнинг делать? Либо же... Ну, давай, прежде всего, отметим, что это все же кора Винга у нас получилась, потому что этот момент мы обсуждали, но не финализировали его, что ли. В миде у нас Патма против Шторма. И это все сильно зависит от того, насколько много будет роумить крит. А роумить таск может при условии, что у него будет все хорошо на линии. И сверху мы видим Вишдоктор плюс Дровка против Таска и Некрофоса. Но на самом деле, если Вишдоктор и Дроу Рейджер все сделают хорошо в первой пачке, то будет как минимум ровно, а дальше будет даже где-то легко. Но вот сейчас первую пачку ЕГ очень круто сделали. Не топили уже вражеского рейнджа и своего рейнджа забрали, поэтому... Ну, по крайней мере, первая пачка уже получше чуть-чуть у ЕГ. Тут Шардами чуть-чуть промазал крит, но да ладно. Внизу два рейнджа против Урсы. Это невероятно приятно, но здесь есть маленькая проблемка. Это два рейнджа не совсем, прям, знаешь, больших рейнджа, потому что Венгарс уже семи рейндж, Дорквилл тоже у нас такой полу рейндж, и с сапогом плюс курса Артизи может даже добежать до этих самых героев и под Клэп пробовать их убить, так что, возможно, даже снизу будет не очень винстрайков, но, опять же, все зависит от ошибок, от скилла и так далее. Пока вроде по Крепстату, но начало неплохое для винстрайка. Я смотрю, вровень идут коры на линиях. Айсберг очень сильно пробил Сумаила. Есть промах по Сумаилу, но он не добивал в любом случае Богдан Мирану. Сумаил выбивает из него фласку, сам пока с одной флаской и еще с одним танго. Ну и сам вынужден Айсберг расходники использовать. Внизу, по-моему, похоже на стычку, но у Фиер цепляют его, даже помогло. Пытался подстопить врага. Из деревьев все вышли, забрали Фею. Это второе убийство для Evil Geniuses. Трудно, но все, как ты говорил. Все, как ты говорил, с сапогом под Клэп. Урса просто идет и ломает лицо. Фея. И Нонград решил в соло побоковать там Флая. Накричал стан, но убить возможности нет. Так, сфер. Закрыли у Ловса на Флая. Дают тычки крит плюс. С4 идет сноубол. Очень легкий фраг еще и на верхней линии у нас идет. И пока, ну, немножко это превращается в дизастер для Винсрайка, потому что снизу они уже точно не будут доминировать эту линию в миде. В принципе, Сумаил стоял хорошо. Боди побежал там за регеном в какой-то момент, но Сумил через лип. Сбил этот самый реген. Вот, кстати, он фласку тоже сбил. В общем, стоит заметить, что это новый такой билд на Патме, где стрела не берется. Берется Старфол на первых ловлах, чтобы именно пропушить линию, забрать всех ренджей и не тратить так много ресурсов, как там со Стрелой Трайсов, потому что Старфол чуть меньше на первом ловле, в частности, стоит. Тут Артизи погнался за эфиром. Говорит, а ну гони сюда. Ты мне паблики руинил. 13 секунд до Шадори Алма. Артизи ловит вторую розу. Вот непонятно, прошел бы, мне кажется, не прошел бы, да? Словил бы третью розу тоже. Когда две поймал, я думаю, он был уверен, что и третью поймает. Просто нормально, нормально так зашло. Вот, и когда вверху, когда Драку комментировал, сказал, идет Сноубол, и знаешь, у меня внутри что-то оборвалось, потому что очень похоже, что Сноубол пока по линиям действительно идет. Снова на флай, он как-то не закрыл крит, очень странно получилось, хочет нажать Сноубол, но кассочка очень крутая. Попал именно по Некрофосу и по Таску все три раза, но... Ну, немного, кстати, то, что отошли с линии, дает хоть немного воздуха Сайлент. Он немного камбэкает по Крипстату, потому что был последний среди коров. Айрат. Просто понимаешь, какая проблема, точнее, в какую проблему весь страйк упросто? То, что им очень трудно убить какого-то героя где-либо, потому что тот же Таск, он приходит на любую линию, Шарды плюс Сноубол, и герой, кстати, тут дайвит Сумаила Айсберг, Айсберг бежит в сторону Шрайна, но это четвертая минута Шрайна пока нету, Боди бежит, у Сумаила нету липов, Сумаил, он душит, он душит Боди. Да, очень сильно, действительно, очень сильно. Смотри, нажал скан, преследует, сейчас знает примерно траекторию, куда идет Айсберг, Боди тоже читает этот момент. Липов нет, хочет ли он под вышку заходить без липов? Интересно, Сумаил. Нет, это дайвер нажали скан, это Боди, судя по всему, нажал скан, проверить будет ли давить его Сумаил. Тут тоже время сверху на флайе, пошла атака, Сноубол, тычка, хилится флай, не хватает урона у команды ЕГ, но флайе стоит бит, но, кстати, у С4 закончилась мана, да и крит уже бит, тут Сайленд, бьет пока стрелами, переключился на С4, тычка дает у С4. Каски есть, каски есть, выдаются по Некрофосу, тут Кустраут уходит. Фейрик и, в принципе, выживает здесь С4, С4. Да, ну выгнали, выгнали отсюда, он через 10 секунд будет Шрайн, уже активен, поэтому глобально ЕГ ничего здесь особо и не потеряли. Возвращается уже на линию Айсберг, пока без бутылки играет Богдан. Что касается Сумаила, Сумаила, я смотрю, в курьере уже Боттл летит. Два рейсбенда, здесь в противовес 1-0, Талисман и Штормспирит, ну проигрывает, реально пока проигрывает и погонял его Сумаил, и мы видели, как Богдану некомфортно было на старте стоять. Давай немного... Кстати, флай, ошибся немножко, вышел под розочку под стандарь, легкий фраг для Винстрайк, но Артизи пытается развиняться, не хватает ему урона, чтобы убить Нонград, он говорит, тэплся на базу, Еношай, ну тут, кстати, атака идет на Нонфир, у нее Шалл Риамп, Типи Аут, скорее всего, он тут здесь выживает, 100 из 100. Ну, первое убийство сделали, в итоге Винстрайк, ждет, ждет в своей очереди Артизи. Можно я, пожалуйста, побью вас? Нет, улетает, нормально улетает Дарквилу. Кстати, флай прилетел сейчас наверх, явно хотят они что-то здесь сделать, Девардит Крид, то есть флай они увидели, и, скорее всего, будет просто через Сноубол на Сайлента нападать, идут Шарды, тут Ласфорд, идет Курса, идет Сноубол, очень просто. Вот я про это говорил, просто это таск, которого забыли все, тут, кстати, еще и флай, просто так убили. Терялся немножко флай, и вышку убьет. Вообще идеально для ЭГ получается, да? Да, начало крутое, действительно крутое сума, Ил прыгает за Т1 Тауэр, использует Старшторм, уже пустой для Богдана, Сумаил с ресурсами, у Сумаила 3 зарядов ботов есть, вынужден прийти сюда, Олвису на флай помочь, Богдана восстановить здоровье, пачку крипов, увел и зафармил Сумаил, тут третьи звезды, поэтому это несложно сделать. Разница по левелу невероятно большая, между Сумаилом и айсбергом, Сумаил уже почти седьмой, айсберг 5 и чуть больше половины, здесь флай, сейчас увидит Олвису на флай, будут сражаться они за никнейм свой, скорее всего, он флай победит, мне кажется. Кстати, а что Олвису на флай только что сделал? Зачем он развернулся? Я тоже не очень понял, может Мансил через вот этот подъем, хай граунд, лоу граунд, пытался уйти от флай, но ситуация партовая была. На самом деле, когда суппорт пятой позиции убил варварского суппорта пятой позиции и выгнал Слесос первую позицию, это, знаешь, звоночек тревожный. Флай на самом деле на Сайленсере какой-то дикий перформанс показывал на саммите, человек за 15 минут выигрывал игру со счетом, по-моему, 8-0, сколько-то было у флайа. Какой-то великолепный абсолютный перформанс он показывал. И тут я, честно говоря, совсем не удивлен, что флай... Атака на Улсмана флайа, через шард сноубол, достаточно... Ну, кстати, не хватает урона. Прилетел Нофир, теперь переключились на Нофир ребята из ЕГЭ, лостворд, куза, дычка, дычка, летит Винонграда сюда, прилетит, шел сюда, кстати, шторм, Боди пытается убить крита, Нонграда вообще со 100 хп прилетел, может, бой, может также повереть тут и Нофир, будет ли халпа какая-либо, нет, кстати, походу, винстрайк здесь разберется. Да, флайа могут забрать, загнали еще одного игрока, Крофас задайвил, вообще под Т3 пытался спастись, Нофир умрет, но это очень выгодный размен для Винстрайк. Да, но на самом деле, если посмотреть на это все с другой стороны, в миде они потеряли Т1 и сверху посмотри на вышку. Да, я видел, я Т2 показывал. Да, пока вот это все происходило, Т2, 250 хп осталось, то есть, конечно, какой-никакой камбэк произошел для Винстрайк, но с другой стороны, ты знаешь, когда ты отбиваешься в защите и все равно теряешь достаточно много, рано или поздно ты можешь проиграть игру на этом. И не стоит забывать, да, что все это время стоит Урса и фрифармит. Пока ребята дайвят за Т2 из Элджиниса. Смотри на тварь Сайленсера. Это что вообще такое? Ну, вот он, вот он флай, вот он флай на Сайленсере. О чем я тебе говорю, 5-2-1 идет. С Маке снизу нападает Крит плюс Самоил, убивают они Вингу, в то же время Винстрайк с Маке нападают на флай, Бодя скорее всего заберет этот фраг и получит... Не, Стрик уже сбивали, дал флай. Кстати, Сумоил прибежал, будет бить Бодя. На Боди висит курса. На самом деле два персонажа в опасности. Ой, на Боди курса простакалась, он уже точно умирал, здесь еще попробуют и флай убить. Так, Хаста продолжает работать, пытается уйти из подказки, но должен, должен Сумоил забирать ЛВСу на флай. Жену очень сильное давление, невероятный трипл килл для мидера Evil Geniuses. В это время С4 выходит на Сайлент, а шестой уровень есть у Некрофоса, есть Касан, но Сайлент дистанцию выдерживает. Пока все неприятно, и самое неприятное, что, по сути, важнейший день сегодня для Виндстрайк, и он так трудно начинается, по морали может это ударить, ну и Монлайт Шэдоу используется для того, чтобы, казалось бы, отступить, а нет, под Шумо, Картизи подходит во вражеский лес по центре Вард, Каски ни на кого не прокают, попытаются Артизи расхайтить, вовсе на Флай очень сильно бит, Артизи бежит в сторону Нонград и ловит стан, Артизи можно забирать, пока размен неплохой Шардами, закрывают Дроу Рейнджер, Дроу Рейнджер в итоге погибает, пошел Глобал, но Флай погибает, Бодя смог с ним разобраться, Дарк Вивоу старается уйти, и Шадроуэлл не откатился. Да, очень много стаков висит на Бодя, курсы, там прям очень долго длится на Бодь, но у него есть Феррик, в принципе, выживет, ну, кстати, смотри, бежит, Бодя, Бодя, нажимает Феррифайр, выбили, монетки все-таки выбили, да, ну, да, сколько же противно этот герой, ты знаешь, я вот чем больше его вижу, тем больше чувствую эту самую боль игроков, которые играют против этого героя, конечно, убили они Артизи, отложили ему немножко блинку, он решил вообще закупиться по итогу в Аквилу плюс капли, не будет уже он рашить, блин, но, тем не менее, не видно, кто же, ну, знаешь, кто же камбэкнет в эту игру команду Винстрайк, потому что у Шторма вообще ни Каи, ничего нету, возможно, Боди стоило вообще ничего не делать, а просто, лес фармить, как Сумаил, тоже мы это все обсуждали, как Сумаил, просто идешь, фармишь лес до Каи, и потом уже начинаешь что-то делать, потому что он даже по Бртретце нет на 11-й минуте, а Кая еще больше денег требует, и, соответственно, Скорт, у Артизи мы уже отмечали Аквила плюс Капельки, Сумаил делает Майлшторм, в принципе, дефолтный билд, Сайлента находят в лесу, ну, как находят, Ладвардом просто гулял Сайлент, Сайлента съедают, может попробовать разменяться как-то на Артизи, но здесь... А кем? Кем убивать? На самом деле, Трофилу, конечно, могла попробовать, но здесь вся команда уже близко ЕГ, только С4 пока находится в верхней части карты, вот слаженно очень действует на самом деле ЕГ, причем очень быстро, Вингу, он как бы отошел подфармить лесок, и на самом деле это пошел Смог на Сайлента, который стоял, фармил на Вижене вражеском, но это все тоже связано, потому что, вот посмотри, где стоят сейчас С3 у команды Винстрайки, соответственно, они ожидают, что там безопасно, и вот там вот, наверное, стоит где-то Троурренджер и фармить. Ой, Сумаил, под ТП поймал Дарквиллоу, застоял на хэграунде, видел, когда летит, понятно, здесь че и Вардик был, пока очень быстро катают, Вилджиниус, действительно, Винстрайк и не успевает, и ресурсов, как таковых, ты верно заметил, принимать Драку, их нет, но вот что касается, так, Айсберг видит Флая, Айсберг пошел, самостоятельно, агрессивно найти. Флай может дать ласпорт глобал и спокойно здесь выжить, нажимается ульпат МС4, заходит с фланга. Центриварды есть, центривардами обставились еще в прошлом заходе игроки команды Винстрайк, но идут атаковать, и Вилджиниус идут реально выдавливать команду Винстрайк с этих позиций, они вообще не уходят отсюда, они во вражеском лесу уже проводят минут 5, могут забрать Флая, на этот раз реально есть шанс забрать Флая, получилось, и Флай погибает. Да, но должны ЕГЭ сейчас понимать, что здесь заставлено все вражескими обсерверами, естественно, в эту часть так глубоко давить не стоит, потому что увидит команду Винстрайк, что можно отойти, кстати, нонкратно прочекал только что Рошана, уже очень литый Рошан, там ДД бьет у Артизи, идет Террорайз, пока все отбегают, нонкратно дает стан в Таска, но Фир, нажимает Курск Раунд на Таска, летит стрела, ни в кого не попадает, и возвращается в Рошпит, ЕГЭ, в принципе, ничего не поменялось. Да, прилетел сюда на Шторм, попытка, наверное, была, по Террорайзу подраться, возможно, пошли бы, ведь Шторм нужен был, но врываться в Рошпит, Богдан просто не рискует. Нонкрату, скорее всего, потеряют, уйти опции нет, как таковой. Сайлент ушел фармить лес, Сайлент пытается хотя бы до Хьюрикен Пайк добраться, Богдан тоже фармит, ему Кая нужна, потому что, ну, очень пока. Ну, на самом деле, уже с такими таймингами, кажется, стоит Юл даже начать делать, потому что без Юла тут сложно, нападает он на Флая, прилетает сюда также на Фир, будет тыщика с Шаду Реалма, да, погибает Флай, но также, кстати, где-то по Артизи вообще убил справа еще доктора, который Девардит, судя по всему, хотел, да, да. Ну да, тут вдвоем здесь вышли Крит и Артизи, но смогли забрать Флая, в очередной раз, 6 смертей, напомню, что он начинает. Сайлента начинается, идет сноубол, если у Сайлента, Сайлент, да, есть, но мне кажется, не сможет он отсюда уже уйти, притащил он, кстати, также Некрофоса, Крит, не убили с косы, но тем не менее, фраг есть фраг. Снизу, атака от Боди на Артизи. У Артизи есть Айгис, но телепорты были сделаны наверх, Артизи пока здесь один, он Града катит. Артизи идет пичка от Богдана, нажимает ульт Артизи, даже Айгис не могут выбить. Да, и в это время на подстраховке Сумаил еще был, Сумаил соло использовал шрайн, не стал ждать Артизи, у того есть Айгис, как мы уже замечали, отмечали, поэтому бояться его потери не стоило. А Сумаил на случай чего мог бы с фулл хп прийти, подраться. Смог, тут же Смог. Как же быстро они играют? Нереально, нереально быстро, Event Strike вроде пытается отвечать, фраги делают, но это как-то, знаешь, это быстрая оборона, я понимаю, что это абсолютно абсурдное заявление. Кстати, флай разрывилил Смог, но ульт под мысс, сентрии у него нету, погибает здесь флай. Зря они на самом деле вот четвером, а, они руну хотели забрать, я думал, зря они в четвером разрывились, но на самом деле они баунти забрали, снизу он грата забрал баунти, нет, нет, не закрыл его, не закрыл его, крит просто в слепую кидал на самом деле. Причем, я заметил, что крит достаточно часто кидает в слепую какие-то шарды, в точке, где вот он, когда они в лес заходили, они понимали, что их видно, и он кинул как бы шард, чтобы закрыть, да-да-да, вот тут он кинул, вот так вот шард, чтобы закрыть героя, который потенциально убегает, который фармил этот большой кемп, достаточно так next level, делая это все крит, видно, что на таске непростой парень, в принципе, он всегда на таске славился, его любимые герои, это таски в спирит, все время были, поэтому виден уровень. Ну что ж, пока немного хватку свою ослабили, Evil Geniuses, могут винстрайк немного разойтись, подфармить, но есть, в принципе, есть вышки, есть вышки, здесь Т1, сейчас упадет, Сумаил очень быстро справляется с крипами и заберет Т1, может даже пойдут на Т2, у самих же под ударом Т1 вверху, и перемещается крит, С4 и крит, и они отгоняют винстрайк, винстрайк просто вынуждены уходить, отсюда есть телепорты, драка внизу, намечается, пока ловый сонафлай погибает от рук Артизи, а Сумаил забирает ноуфира, и глобал, глобал, чтобы на топе забрать шторм спирита, минус 3 в разных частях карты, 22 на 9, это больно, по такой же схеме, например, Сумаил забрал товарища ноуфира, он просто подождал, пока он тэпнется, нажал стрелу, и просто подстарпол его убил, немножко, ну, значит, это не то, чтобы ноуфир глупо, это Сумаил так читает хорошо игру, ожидает хороший момент, выбирает классную позицию, чтобы это все получилось, кстати, тэппался Артизи тоже наверх, но он увидел, что ловый сонафлай опять возвращается в эту точку, где стоит обсервер, и, соответственно, отменил телепорт, убил флая, Сумаил убил, ноуфира, тут, кстати, на Артизи идет атака, через Вейвов Террор сбивается Блинг, Сайленс, замедляет его Фрост Ару левел 3, нужно как-то сбить Блинг, да, скорее всего, погибает здесь Артизи, команда пытается подойти, но вряд ли смогут они его спасти, С4 подбегает, тут стрела полетела, Террорайз ни в кого, и вообще все погибли по итогу винстрайков, это Зварцчик, конечно, работал, но уже, да, минус 3 для винстрайк, правда, за Сумаилом бегут, стараются, С4 подтягивается, Юлом приостанавливает Фею, ну и все, и замедляет его, Сумаил жив, у Сумаила еще руна ускорения есть, прыжок дальше, стрела, и уходит в Шаду Релм, но, скорее всего, погибнет, ноуфир, да, это трипл килл для Сумаила, Сумаил выживает, и Сумаила еще и хилят здесь, на самом деле, очень качественная стрела получилась, по итогу, потому что главный демедж дилер, Сайленд, поймал эту стрелу, стоял в стане, после этого вкатился Крит в Сноуболе, и уже он не вышел, что за ультимейт, я не заметил, я показал, что Крит доджил Сноуболом Террорайса, и у него это успешно получилось, потому что, ну, Террорайс я сказал, что ни в кого, но, судя по всему, он задоджил это все дело Сноуболом, и, ну, на самом деле, самое забавное, то, что Шарды, плюс Сноубол, под Дискордом, там пол ХП сносят, практически все команды, потому что, как мы уже отмечали, Дровка 1000 ХП, Винга 1000 ХП, Вишдоктор 800 ХП, Дарквилл 900, Шторм 1000, то есть, по факту, их убивает просто с нюков, тут даже, знаешь, нету какой-то еще физической атаки, а вот уже у РСА выходит Башер, Самоил мы видели, был с молниями, БКБ рашит, и дальше еще и с физикой начнутся проблемы у команды Винстрайк, так что, можно начинать паниковать. Да, начнутся, действительно начнутся, Самоил уже почти 15 уровня, тут мы знаем, один из важнейших талантов талантов для Мираны, и то, как Мирану, собственно, и развивают в инвиде, пытаются зайти на Сайлента, прыжок, да, все это, конечно, недорого для самой команды Evil Genius, но они постоянно сбивают темп Сайленту, он просто не может нафармить свои слоты, у него банально до сих пор нет питья. Ты так сказал, сбивают темп, знаешь, сбивают темп, 4 600 нетворс, сбивают темп, они и сбивают, и сбивают его лежачего на карме, на земле, темп просто разный бывает, знаешь, бывают невысокие темпы, прости, что перебивают тебя, здесь также тэпнулся С4, но, скорее всего, попытаются отсюда винстрайк отступить, но Фир нападает в ответ на крита, делает тэпау, то сейчас сноуболом Кризму собьет за это телепорт, это было, кстати, очевидно, ну, видимо, не просчитал этот момент, возможно, думал, что пару лишних секунд еще будет кулдаун на сноуболе, погибает но Фир, в принципе, знаешь, вот когда вот так вот герой погибает, кажется, что не так плохо, потому что растягиваются ЕГЭ, но они не впятерон тэпаются, чуть в лицо не поймали стрелу, хотя топить они Артизи, Артизи разревелил смок, и, в принципе, на этом все закончится для винстрайка. Такое ощущение, что половина карты Evil Geniuses, она просто отрезана, она в этой игре не участвует, вот сейчас я смотрю, но он грата немножко подпушил, забрал Т1 в ушку, а так в целом пол матча мы просто наблюдаем, как по лесам команда винстрайк гуляет ЕГЭ и старается убить Evil Geniuses. Стрела пошла, но Айсберг в другой локации немного находится, Флай за Варды боролся с Always One of Lyem, Флай выиграл, Флай выиграл, поставил центр и разбил Варда. За баунти сразу пошли, ЕГЭ очень круто по таймингу двинулись, внесли вышку, у меня двинулись к баунти, забрали все 4 баунти, и по голде преимущество растет, что и закономерно, ведь вы доминируете, вы забираете все баунти, игрете вышли, здесь Сумаил напал на Айсберга, Айсберг, а у Сумаил уже на... Айсберг не долетел до ХГ, поймал Сайленс, а Сумаил этого не понял, Сумаил запрыгнул на базу к сопернику, искал Айсберга, но тут на руку сыграло Богдану, что он не добрался в итоге до хайграунда своего атака, гляди, мой погиб. Очень агрессивно Сумаил сейчас сыграл, на самом деле за такое, кажется, могли бы его наказать, но уже вот на данный момент появился БКП, в принципе, он может точно так же агрессивно играть и где-то даже более агрессивно. У Винстрайка уже пока не появилось ровным счетом ничего, Драгонлендс на Нонграде появился, пытается Сайленс делать себе форстать и видят его на варде, нажимается ульт под тмы, Крит бежит, пытается увидеть Сайлента, и Сайленс здесь погибает без идеи, у нас команда Винстрайк должна хотя бы за это попробовать пропушить мид, пропушить вверх, иначе их зажмут на базе. Кстати, видишь, на Next Level уже Крит делает репорт наверх, читает момент, что сейчас побегут в Винстрайке пушить мид и вверх, и вот сейчас он будет в Сартизе пробовать наказывать кого-то за это. Это же нереальное отличие в скорости, просто невероятно. Кстати, на самом деле они на варде видели, но мы все равно скажем, очень круто. Здесь какой-то ЕГЭ, сверху вышел на линию Нонграде, но Нонграде здесь погибает, хотя может дадут размен. Ребята из Винстрайка нет. Но они даже не готовы были подсейвить. А и никем, по большому счету, что это должна была снизу выходит на Бодю, Бодя пока делает тэп-аут, выходит на Фею, Фея тоже делает тэп-аут. А в это время вверху решили ЕГЭ провести драку, Артизе прыгнул и очень быстро справился с Always One Up Да, очень быстро, очень быстро, очень круто. Silent 07 идет он, прыгает, не достает клэпом Урса. Silent его притормаживает, стрела попадает по таймингу в Нонград, который прилетел с телепорта и хотели забрать Артизе. Хотелось сказать, может получиться круто, потому что Урса в Silent сейчас прилетит в Винга, но Сумаил эти вопросы решил. А получилось круто, получилось реально круто. Нападение на Нуфира, идет с Нубол, нажал Shadow Reound, Крид немножко глубоко давит, смогут его хотя бы за это наказать. Сказы продают Нуфира, 73 секунды, у него есть байбэк, бит очень крит, стоит на базе, Артизе прыгнул, кстати, нет у него Ultimate, летит стрела от Форса и Сайлент, и просто бьют гору, сейчас побьют, немножко Тир-3 отойдут. Смотри, у Шторм Спирита 3-300 на руках после Каи у Айсберга, на самом деле дела кое-как еще, тут концы с концами сводит Богдан, у него получается 3-300, но что касается остальных коров, у Сайлента до сих пор нет артефактов, мягко говоря, форстаф и все, на этом, ну, а так вот только база, которая есть у Дроу Рейнджер, ну, Айсберг, наверное, силами Айсберга будут пытаться еще камбэкать, Богдан вообще не врывается пока в драки, даже хайграунд старается не дефать, и пытается просто сплитить, вышка вверху стоит, наверняка хочет ее забрать Богдан, может, есть попытка, будет попытка ворваться на флай, но Вижена нет, реально, врываться сюда, не зная, где находятся тиммейты Сайленсера, опасно, но ждет, ждет, пока на линии покажется Сайленсер. Ну, на самом деле, просто не хочет уходить на базу, потому что там на базе и так уже есть компания, которая охраняет базу, соответственно, нужно хотя бы одному герою рисковать, где-то что-то получать, ульт Патмы пошел, видят опять справа на ворде всю команду WinStrike, ЕГЭ, и бегут уже Артизия в ульте Патмы, будет сейчас, скорее всего, рисковать, бинковаться, Крит, вот они, посмотри, они даже не дают ворды снять ЕГЭ, просто увидели, что бегут в сторону ворда WinStrike и сразу же побежали в ульте Патмы охранять этот самый вард. Рошана, кстати, ждет Артизия, там 8 секунд осталось. Да, значит, тоже есть такие фразы комментаторские, говорят, что сейчас зажмут на базе, будут занимать вражеский лес, больше фармить, больше там, отъедаться, постоянно у вас пассивно больше будет на Творс, чем у врага, но вот так, что планомерно и так резко кусок за куском отъедали карту, я, честно говоря, давно не наблюдал. И вот Geniuses, они вот, они буквально, они кулаками с Романом обсуждали, что существует эта самая книга, которую только мы, о которой знаем, и вот ЕГЭ по этой самой книге играет, потому что, ну, действительно, знаешь, как по учебнику. Учебник по доте, второй класс. Да, 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 да. Знаешь, оно выглядит так все красиво, что выглядит так все просто. На самом деле, это ни черта, не просто то, что они делают. Это, ну, знаешь, опыт, скил, тимворк и так далее. Нет, это уже даже не учебник, не знаю, это очень на дипломную похоже какую-то. Диплом? Дипломная работа по доте. Пока сдают, тем плохо, серьезно. Так, Айсберг, надо уходить из-под Артизи, потому что прыгнет Артизи, получишь баш, Айсберг потеряется. Айсберг решил, решил не собирать орки, до этого бросал себе сайленс в быстрой покупке. Ну, на самом деле, Bloodstone, мне кажется, это такая конечная в какой-то степени, потому что, ну, ты не можешь сплитпушить, если ты не будешь никого не убивать, а убивать без Арчита, ну, Патма, конечно, с БКБ, Микрофос Юл, на самом деле, его тоже не убить. Урса БКБ делает, на самом деле, даже не знаю, как бы хочется, чтобы он задел Арчит, но кого тут убивать не особо понятно с этим самым Арчитом. Ну да, и я понимаю, что когда вы зачастую проигрываете драки, Bloodstone убилет в один конец. Но Фир сломал вышку на топе и, скорее всего, улетит сейчас отсюда. Но я смотрю, Сайлент, делает ТП-аут из-под ног Артизи. А сами Evil Geniuses пока тусят под центральной линией. Надо попытаться забрать Т3. Они уже очень долго здесь находятся. С другой стороны, вы опять же отъедаете лес соперника. Вы всегда забираете линии. Пошел Глобал вверху. Хотят забрать Шторм Спирита. Артизи все еще с Аегисом. Айсбергу надо улетать. Баш не прокнул. К счастью, Шторм Спирита. В беде нападают на Нонграта. Нонграта погибает. Также бьет Флая. Флай и так бежит Сумаил за Сайлент на базу. Его свапает Нонграта с Байбека. Сайлент выживает. Это тоже хорошо. И сейчас идет хороший Террорайф достаточно. Нет, отменил его. Нофер съел Сэр Сумаил. Отдались они убить также Нонфер. Нонфер ушел в Шрадовре. А нападают по итогу на Нонграта. Нонграта с Байбека скорее всего сейчас погибнет. выпадает на Игрис. Но Бодя тоже умирает. Бодя Байбека сейчас он мог уже полететь с Фонтана. Хотя нет, нажимаете репорт. Юлы подняли С4 сам себя. Пока он тоже погибает. Но в то же время умирает Нонфер. Тут хорошие очень станут Нонферы. Но нужен урон. Но урона нет. Просто действительно оттягиваются уже по Т4 вышку. И Крит туда прыгает. Вешает урну на Нонграту. Скорее всего доберут и его. Минус Дрорейнджер. Минус Венч Волспирит. Тут был старт. Тут просто был вопрос времени, когда додавят на Evil Geniuses. За 27 минут 32к перефарм. Я думаю, особо...